Марк 28 Марк 28 Марк 28 обладает уникальной способностью отражать излучение с поверхности брони и тем самым защищая пользователя внутри неё. Костюм имеет двигатели, оборудованные на его спине. Ноги костюма оснащены дополнительными пластинами, что даёт ему тактическое преимущество и силу в полёте. Марк 28 наряду со всеми другими ранее построенными костюмами использует более передовую технологию, основанную на технологии Марк 7, которая способна обернуться вокруг тела Тони без помощи роботизированных рук или каких-либо внешних механизмов. Броня имеет круглый вибраниумный дуговой реактор на груди и стандартные репульсоры. Также имеются многочисленные миниатюрные ракеты класса воздух-воздух, плечевых капсул, которые являются частью съёмного рюкзака. Одновременно можно запустить до 92 ракет. Марк 29, также известный под кодовым названием «Скрипач». Старк назвал костюм «Скрипачом» из-за сходства дизайна брони с крабом-скрипачом, который может похвастаться одной большой клещной в отличие от другой. Костюм имеет такую же особенность – одна рука больше другой. Марк 29 имеет чёрные и серебряные пластины в своей общей конструкции брони. И чтобы ещё больше выделить и без того огромный пневматический молоток, который костюм имеет вместо левой руки, Старк решил окрасить его в красный цвет. Большая часть его дизайна основана на Марк 17, с некоторыми частями от Марк 7 – голова, правое плечо и бицепс. От Марк 16 – правое предплечье. От Марк 25 – левый молоток. От Марк 39 – живот. Его левая рука, пневмомолоток, может измельчать бетон, вследствие чего и уничтожать тяжёлые конструкции, как и Марк 25. Однако Тони решил добавить больше огневой мощи и снабдил Марк 29 большим грудным дуговым реактором, благодаря которому костюм теперь стреляет мощными лучами энергии по своим врагам, а также может генерировать мощный репульсорный щит для защиты. Марк 29 также сконструирован для того, чтобы выдержать более высокую огневую мощь без серьёзных повреждений. Его грудная часть оснащена двумя дополнительными пластинами, чтобы удерживать большой и мощный центральный репульсор при ведении огня. Чтобы повысить защиту костюма, Тони снабдил Марк 29 дополнительными броневыми пластинами по всему телу, что привело к более громоздкой конструкции. Броня может гибко открываться, позволяя Тони войти в костюм и автоматически обернуться вокруг него, в любом месте, в любое время. Марк 30 также известный под кодовым названием «Синяя сталь». Костюм в своей конструкции имеет голубые и серебряные пластины, а также треугольную форму груди, которая повторяет треугольный и усовершенствованный грудной вибранивный туговой реактор. Он был сконструирован для усиления и перенаправления энергии, из-за чего имеет своеобразную угловатую форму тела. Поскольку броня является более ранней формой брони Марк 33, она имеет увеличенный выход энергии, которую костюм способен перенаправлять к различным репульсорам в своей системе. Марк 30 наряду со всеми другими недавно построенными костюмами использует более передовую технологию, основанную на технологии Марк 7, которая способна обернуться вокруг тела Тони без помощи роботизированных рук или каких-либо внешних механизмов. Поскольку его конструкция почти полностью схожа с Марк 33, костюм имеет вибраниумные клинки на своих руках, а также практически весь арсенал вооружения, доставшийся от предшественников, включая множество инфракрасных вспышек для ухода от тепловых ракет. Марк 31, также известный под названием Поршень, имеет бирюзовые и серебряные цветовые пластины. Его лицевая маска окрашена светло-золотой цвет. Костюм использует основную конструкцию костюмов Железного Человека, только более усовершенствован и легче по структуре. Его дизайн почти полностью основан на Марк 8, только шлем, цветовая схема и возможности брони отличаются. Марк 31 может летать на высоких скоростях и быстрее, чем большинство костюмов Железного Человека. Будучи бронёй в качестве тестового прототипа для повышения максимальной скорости, он является вторым скоростным костюмом среди всех доспехов Тони. Первым является Марк 40. Марк 31 имеет увеличенный выход энергии, который позволяет ему перенаправлять её к различным репульсорам в своей системе, включая центральные для атаки. На спине имеются мощные репульсорные двигатели, которые увеличивают его скорость и позволяют зависать при ведении огня из ручных репульсоров. Броня может гибко открываться, позволяя Тони войти в костюм и автоматически обернуться вокруг него, в любом месте, в любое время. Марк 31 оснащён стандартной технологией репульсоров, улучшенной для обеспечения повышенной скорости в полёте. У него стандартные круглые формы грудной вибраниумный дуговой реактор, а также практически весь арсенал вооружения, доставшийся от предшественников, включая множество инфракрасных вспышек для ухода от тепловых ракет, те же лазеры, мини-ракеты на каждой руке, что и у Марк 7. Марк 32, также известный под кодовым названием Ромео. Костюм заработал своё имя, потому что имеет увеличенный и улучшенный грудной репульсор, напоминающий большое сердце, которое в свою очередь напоминает Ромео. Марк 32 имеет чёрные и серебряные пластины в общей конструкции брони. Он также имеет уникальный дизайн лицевой пластины, не имеющий прорези в виде рта и более гладкую поверхность на маске, а также изогнутый и более обтекаемый дизайн всего шлема брони. Марк 32 имеет увеличенную выходную мощность, которая главным образом направлена на центральный репульсор. Эта функция позже будет успешно использоваться в Марк 33. Благодаря этому броня специализируется на интенсивных перестрелках с центральным репульсором в качестве сильнейшего оружия костюма, которое мощнее, чем у предшественников, а также костюм способен генерировать мощный репульсорный щит. Марк 32 также сконструирован для того, чтобы выдерживать более высокую огневую мощь с минимальными повреждениями. Костюм оснащён дополнительными пластинами, что позволяет ему быть намного быстрее и проворнее, чем любая другая броня с негабаритной грудью. Марк 32 наряду со всеми другими недавно построенными костюмами использует более передовую технологию, основанную на технологии Марк 7, которая способна обернуться вокруг тела Тони без помощи роботизированных рук или каких-либо внешних механизмов. Марк 33, также известный под кодовым названием Серебряный Центурион, является усиленным энергетическим костюмом и был одним из нескольких новых доспехов Железного Человека, созданных Тони Старком в составе Железного Легиона. Марк 33 построен на основе прототипа Марк 30 и имеет улучшенную систему усиления и перенаправления энергии к различным репульсорам костюма, включая центральный репульсор, из-за чего имеет такую же угловатую форму тела, как и его прототип Марк 30. Броня имеет выдвижные вибраниумные клинки, которые можно быстро активировать из обеих перчаток. Также костюм имеет мощные репульсорные двигатели на спине и более мощные репульсоры со стандартной технологией. Марк 30 может гибко открываться, позволяя Тони войти в костюм и автоматически обернуться вокруг него, в любом месте, в любое время. Большая часть вооружения такая же, как и у предшественников, включая ракеты, лазеры и вспышки. Марк 34, также известный как Левша, является прототипом аварийно-спасательного костюма. Броня получила свое название из-за левой руки, похожей на крюк пирата. Он был построен как прототип Марк 35 и был первым аварийно-спасательным костюмом, построенным Тони, чтобы справиться с катастрофическими ситуациями. Позже за ним последовала полная версия костюма Марк 35, которая уже имела две выдвижные руки вместо одной. Поскольку броня является прототипом аварийно-спасательного костюма, она может защитить своего пользователя от различных типов стихийных бедствий, таких как торнадо, ураганы и землетрясения. Эта броня – пуля непробиваемая, как и все остальные доспехи Тони Старка. А мощная выдвижная левая рука способна поднимать и переносить большие и тяжелые предметы. Общая конструкция Марк 34 включает в себя черные и серебряные пластины в броне. Его другая нормальная рука оснащена стандартным репульсором. Он имеет большие и уникальные наплечники и обтекаемый броневой корпус. Большая часть его дизайна основана на Марк 19, за исключением больших и уникальных наплечников, выдвижной левой руки и шлема брони. Марк 34, наряду со всеми другими недавно построенными костюмами, также использует более передовую технологию, основанную на технологии Марк 7, которая способна обернуться вокруг тела Тони без помощи роботизированных рук или каких-либо внешних механизмов. Он может гибко открываться, позволяя Тони войти в костюм и автоматически обернуться вокруг него, в любом месте, в любое время. Эта броня была сделана не для боя, а для спасательных операций, но у нее имеется арсенал обычного оружия, доступного на большинстве костюмов Старка. Также Марк 34 может сфокусировать репульсорные лучи в медленно движущиеся шары энергии своей выдвижной рукой, которые взрываются при контакте с противником. У костюма стандартный круглый вибраниумный дуговой реактор в груди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова